Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Псалом 135, 8 стих. Солнце для управления днем, ибо вовек милость его. Солнце для управления днем, ибо вовек милость его, поразил Египет в первенцах его. Девятый, десятый? Десятый. Девятый? Десятый. Ибо вовек милость его. Значит, убил Господь первенцев, и в этом милость его. Это если у кого-то еще как-то снесет, тем более, если человек хорошо вел себя. А что такое первенец? Вот точно ответить я нигде не нашел у Святых Отцов. Что первое рождается, это мы знаем. Бытие откройте. Двадцать пятая глава, с двадцать пятого по тридцать четвертый стих. Здесь подробно говорится. С двадцать пятого стиха по тридцать четвертый. Первый вышел красный, весь какой-то косматый, и нарекли ему имя Исав. Потом вышел брат его, держась рукой своей в запятую Исава, и наречено ему имя Иааков. Исаак же был шестидесяти лет, когда они родились. Дети выросли, и стал Исаак человеком искусственным в звероловстве, человеком полей, а Иааков человеком кротким, живущим в шатрах. Исаак любил Исава, потому что дичь его была по вкусу его, а Ревек полюбила Иакова. Видите, как старший, почему? Он охотником был, что там, козы какие были в то время, какая птица была. И он его любил, любил то, что приносят. По-нашему сказать так, но это же не оправдывало, что первый лист. Дальше увидим сейчас. А мать с Иаком была, домашние дела все знал. И сварил Иаков кушанье, а Исаак пришел с поля усталый. И сказал Исаак Иаку. Дай мне поесть красного, красного этого, ибо я устал. От всего домой ему прозвание Едом. Но Иаков сказал, продай мне теперь же свое переворотство. Исаак сказал, вот я умираю, что мне в этом переворотстве? Иаков сказал, поклянись мне теперь же. Он поклялся ему и продал переворотство свое Иакову. И дал Иаков Исааку хлебы и кушни из чечевицы. И он ел, и пил, и встал, и пошел, и пренебрег Исаак в переворотство. Видите, как первородство было с легкостью, а я умираю. Один раз не поужин, он уже умирает. Даже в это поверить никак нельзя. Но одна хотела уже, мать поможет Иакову обмануть отца, она его любила, а ему пришлось бежать, а мать потерпит то, что больше никогда сына не увидит. Это история дальнейшая была. И вот первородная, кто, который родился? А сам Иаков первородный или нет? Если первородный, то первородный отец может быть. Я сколько размышлял, искал, ну нигде ответа нет. А если первородная женская пола? И одна за другой. Я про них считал, у нее девятая девочка рождается, так люди знают, что он идет, несет на руках из роддома, боялись смотреть, чтобы ему не досадить. Не может сына принести, а от него не зависит. Вот у мусульман есть такое обычае, если семья их родила, и мальчика нет, имеет право развестись. Но же и солдаты. Ну как это так? От нее ничего не зависит. Какой он будет, мы этого не знаем. Вот первородный, в данном случае, речь идет даже о двойняшке, там между ними тут разницы никакая. Только родился, сразу второй был. Но он первый вышел, первородцем. И чтобы маленькие-то дети мало отличаются, сразу красную нитку вяжут на руку, чтобы видно было, этот первородный. Вот так и растет, что все, что у отца есть, ему принадлежит. А как это? Ну какая-то доля есть, чтобы не умер. И это у многих народностей такое. Мы должны увидеть в этом, что для нас здесь взят, ибо вовек милость его. Значит, в Египте находится еврейский народ. Пришел туда, Моисей привел. Все по-хорошему было. Но другой правитель стал угнетать. Дальше рабы работают, саманы делают, и все больше и больше. Не могут выйти из этого. И, наконец, Господь посылает казни. Казни считаешь какие? А то вода кровью сделалась, а то жабы даже на постели у фараона. Египет. Египет – это царство греха. Тут надо все это проникнуть. И когда сегодня говорим мы о ком-то, где-то, египтяне, одно слово. А что они верили? Верили быку, поклонялись, аспирь. Вот. Волк. А почему? Тоже мы не знаем почему. Ну, видимо, ценили это животное. Другие там солнцу поклоняются. Здесь так. И вот когда они были в пустыне, и в это время уже закон другой был дан. Они свой закон не знали. Впервые открывался. И сказано было, что нельзя таких-то животных, у которых не раздвоены копыта и нет жвачек. У свиньи раздвинутые копыта пополам. Жвачки нет. У вербуда жвачка есть, копыта не раздвоена. А надо, чтобы то и другое было. Тогда можно кушать. То есть, Бог стеснил так людей, то нельзя, другое нельзя. А у быка то и другое, чтобы они рубили его, кололи и понимали. Это никакой не Бог. Объяснили очень простой, Золоталус говорит. Вот иногда нас Господь проводит по жизни таким путем, как по краешку проходишь над какой-то пропастью. А почему? Показать, как могло быть. Начинаешь когда размышлять, а сегодня как это понимать в Египте? Не написано нигде. Но говорит о том, что прошел дождь ранний и поздний. А речь идет не о дожде. И когда говорит, вы свет миру. Какой свет? Кто, женщина или мужчина? Ведь надо понимать, что свет несет, свет Евангелия, свидетельство любви Божией. Исполняем его заповеди. И все понимают, что жить надо, жить вот так, как эти люди живут. Я слышал такие слова. Люди, когда неверующие измучились, уже и друг правителя дали верующим. И все меняется сразу. Так почему? Раньше-то не было. Не созрели. А этот Египет, весь этот мир. Я называю кое-какие даты, называю людей. Не надо удивляться этому. Потому что, когда молились за ней, апостолы говорили, возри, как Ирак и там пилот гонят. В молитве говорят, какие были правители. В этом ничего нет такого конкретно. И вот в мире обещают правители такие, мы построим царство здесь на земле. У нас и не было, знаете, что вот в Германии пришел правитель один, и он прямо отвечает, Адольф. Адольф – это признак породистый какой-то волк. Он такой и есть. Вот говорили Владимир Вольфович, а Вольф – это волк, это волчий сын был, умер, который... Надо даже перевести эти слова, что по-нашему где-то будет. По-нашему Лариса ничего не означает. Латинское слово означает чайкой. Если Александр, значит, защитник, Алексей – помощник. И вот здесь мы видим, пришел человек и говорят, у нас теперь рейх, рейх – царство. И не какое-то третье, третье там, которые были до этого канцлера, не получилось, а этот пришел, и у него получилось. Самая богатая страна стала. Из самой глубокой нищеты поднялись люди все. Ну, безработица была на 800% в стране. И он с нуля начал. Путем выборов пришел, не захватывал, как в 17-м году здесь в России было. Нет. Мало, потом больше стали приглядываться к нему, и, наконец, его избрали. Он сразу поставил лозунг, что каждый имеет право отдыхать в первоклассном курорте, чтобы у каждого была машина, и все это добились, выстроить дороги. Но провозгласил все это без Бога. Это Египет. И Господь поразил этого первого. Он единственный такой, больше в мире никого не было. В России здесь по-другому. Тоже граб награбленная. Вил. Владимир Ильич, буквально, не его буквально, но на ней он остановился, чтобы пророчество сбылось. И вот, когда смотришь, в Италии, там у Салини, и чем кончилось, убили, повесили. Это история наша. Почему? В этом Египте Господь убирает, которые впервые ввели такой стиль. За людей как будто, но без Бога. Царство, но без Бога. Господу это не угодно. И вот, говорит, первородный. Мы посмотрим сейчас несколько мест, что об этом говорит нам Господь. Так, в Новом Завете, вот, преследование этих говорится 16 раз, в Псатире 7 раз. Считаем. 80-й Псалом, 11-й стих. 80-й Псалом, 11-й стих. Поразил Египет в первенцах. Поразил. Я, Господь, Бог Твой, извечий Тебя из земли египетской. Открой уста Твои, я наполни их. Не хлебом, а то, что Господь скажет, святое имя Божие прославлять. И это слово Египет будет повторяться и повторяться. Про нашу страну нигде ничего нету. В одном месте упоминается, но под сомнением тоже. Раша Кувала. А Раша это Россия по-английски. Дальше. 104-й Псалом, 23-й стих. Мы сейчас определимся, как мы относимся к Египту. В той среде, где мы находимся, как мы живем. Кто нам дорог? Спрашивают священника, говорят, а вот на Рождество, как? На Рождество-то знаем как. А на Новый год? А идет еще Рождественский пост. Ну, пригласили. Пригласили, а там мясо. Ну, во-первых, зачем пригласили Новый год? Он никакой роли не играет. Новый, старый, грехи и те же самые. И священник отвечает, если подали кусок мяса, священник, церковная газета, ты съешь, чтобы не было соблазна. А то, что он пришел туда, это не соблазн. Там и танцуют, там и пьют. Ну, Новый год, по-граждански. А зачем идти туда? А не лучше ли помолиться об этом, чтобы Господь правителям положил на сердце не в нищете держать народ, обладающий такими богатствами в недрах? Дальше. Прочитал, что я? Два-стретих. Нет, подсчитай. Тогда пришел Израиль в Египет и переселился Иаков в землю Хамову. Видите, Хам. Хам – это один из сыновей Ноя, который на посмешище отца выставил. Одежды-то такой не было, как у нас шитая, а материную. И он в эту материю-то скинул, когда выпил-то. Но Ханан, видать, это сын его уже, он сказал, отец, для того, чтобы его приструнить, он давай другим говорить. И когда отец простретился, и сказал прохлот, раб рабов, это континент черный. Они никогда оттуда не выйдут. Арабы, которые... Ну, в Америке это другое дело, они здесь, если... Дальше. 104-й, 38-й стих. Обрадовался Египет, исшествуя их, ибо страх от них напал на него. Казань за казнью идет. А из-за чего? Это из-за вас. Это верующие. Моисей говорил, Господь наводит на вас короножек. Насекомые, скрипы пришли. Град идет. Сегодня какие показывают события в мире, смотреть даже страшно. Какие ветры. Машины поднимают, опрокидывают. Огромные дома. Везде все заливают. Никогда там такого не было. Начиная с Японии, по всему миру это сегодня идет. Даже Швейцария. Самая такая тихая страна, и там нет порядка. Дальше. Батерия 12.10. Мы определимся сейчас. Для нас важно узнать теперь, как мы будем относиться к первородству. Кто первый в вашей семье умер? Вы посмотрите. Другое дело, что родители были верующие. Старше меня был брат. Он неверующий. Его Бог не избрал. Такой мастер. Все мог делать. Я ничего не умею этого делать, что он мог делать. Но веры никакой нет. И поэтому грех поглотил, тогда до 60-ти лет не дожил. Ясное дело, что трезвым они не видят, а спрячутся за пьянство. Там что-то будет. Так. 12.10. И был голод в той земле. И сошел Абрам в Египет. Пожить там, потому что усилился голод в земле той. Вот про Египет. Там пожить. Он говорит, у меня спрашивали здесь, говорит, вот у нас дети подрастают, а как так сделать, чтобы дети оставались здесь с вами? Ну, по милости Божьей, как будто не все выезжают. Почему? Ну, а там где-то он будет, ему открыто, он будет расти, может быть, каким-то начальником. А, потерять это, еще ты будешь. Потерять тебе работать надо. Не так, где тебе сказали, ты давай там, заводи вот такое, тебе там деньги сами пойдут. Это не надо надеяться. В поте лица будешь есть хлеб. Определенно, четко и ясно. Ну, одновременно начали, неужели непонятно. Тут один держал, поросенок маленький, говорит, что шатком столу? А сейчас так у богатых принято, чтобы целый поросенок на столе был. Ну, разве это ответ? Вот они рядом. Племянников, у него 100 свиней было. Брат здесь, который сегодня, он начинал, 4 гектара. А сегодня у него 1200, кажется, гектаров. Посмотри, сколько техники. Когда он спит, неизвестно. Ворованого ни копейки нету. У нас на глазах это есть. Куда ни посмотри, и мы увидим, что подражать есть кому. Не выйдет идти за погибелью. Дальше. Здесь поражение, 280 раз. Римлянам 12-19. Когда бывает неудовольствие кем-то, что нам делать? Послание апостола Павла к Римлянам 12-19. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию, ибо написано, мне отмщение, я вас дам, говорит Господь. Ты никогда не придумаешь, как наказать человека, как Бог накажет. А как? А ты молись, чтобы Господь помиловал человеку, дал заглянуть в свою жизнь, чем это все закончится, сколько тайны не греши, а все это придет. Вот мы читаем, 5 глава, 8 стих, я на память скажу, Исаии. Человек придумывает что-то, отнимает дом друг друга, землю, и пророк говорит, как будто ты один на земле живешь. Михей, 2 глава, 1, 2 стих. И замышляет ночью, и днем выполняет это, опять же, отнимает домы у кого-то, землю. Это тогда-тогда было, 700 с лишним лет до Христа. Ничего нового в мире нету. Люди говорят, а как нету? Да. Ну, сегодня погодная лодка, раньше не было. Раньше дельфины плавали, а оттуда все взято. Ну, самолетов-то не было. Не было. Но Жуковский резал, наверное, сотни крыльев, узнать, за счет чего коршунь не машет крыльями и так летит. Оказывается, версия сейчас у него выпуклая, крыла. И так самолеты все на этом принципе. Уже было. Ну, летущие там, вот сейчас-то говорят, вот где-то там стоят такие вышки, они определяют человека, или где-то кто-то, что-то. А тогда не было. Было. Летущая мышь была. У нее глаз-то нету. Заклеивают. Нитки натянуты, и она летает. А почему? Волны издает, и она понимает, что впереди. Нет, Соломон говорит, нового ничего. Это уже было. Вот начинают думать, как нам лучше сделать, что нам сделать. Вот когда крушение уже пошло, все, но в это время не знали, какой строй. Ко мне сюда приезжали очень большие люди, прямо краевого значения, там еще были кто-то, и говорили, что у нас в стране, примерно хотя бы, какой строй нам, сейчас мы можем выбрать, будем жить по-другому. Я сказал тут, что Новая Зеландия и частичность Мирляндии, половина где-то, подробности придут по делу. Стали нет, конечно. Растащили все. Как будто, каждый год десятки миллиардеров появлялось. Откуда? В городском. И вот сегодня этот, дал Бог, Беловосова Андрея Ремовича, может, насколько уже арестованы и что дальше, сейчас напали вот, курсы, что, а мы можем только молиться. Мы не знаем, чем это все закончится. Вдруг напали, и что было в этой другой стране, теперь на этой стране. И никак нельзя избавиться. Вот это беспилотники одновременно может 200-400 заполучить, и все с грузом взрывают, и каждому, где показано, там он взорвется, опустится. А что делать в молитве? Мне отмщение, говорит Господь, я вас дам. Не просто так, а я вас дам. А ты знаешь, Божьи милости какие-то? Ну, когда все согрешили, что делать? Ничего. Открылись дебри, небеса, дождь шел 40 дней, из земли пошли воды, все потонуло, ничего нет. У Бога все по-другому. А то человек говорит, ну, хорошо, люди совратились, там, безобразие какое творят. Ничего не сделают. Сделают, с неба пролился огонь, сгорел город, садок и гаморр, и окрестные города, и все ушло под воду, и нигде ничего нет. Мне отмщение, я вас дам, говорит Господь, не встите за себя возлюбленное. Доверься Богу, потому что мы в суждениях своих ошибаемся, и очень при том часто. Мы видим внешнее, но у человека какие причины, примири его к этому. Надо просто неоднократно себя проверить. Я просто из жизни кое-что рассказываю. В окно смотрел, у меня сарай, на другой стороне был. Я гляжу, и сосед оглядывается, я угля привез, сарай не занес, он ведра нагревает, и сходил опять. И как он оглядывается, я скорее пошел к нему, а он не видит, я в плоту и подошел, что я говорю, это, он говорит, берешь, я тебе его дал, а я привезу еще у меня есть. У него дети, там холодно где-то. Но если бы я ему отомстил, то ничего не надо. Надо посмотреть, да будет воля Господи. Я не могу передать чувства, которые испытывает человек, когда ночью при звездном небе, или вот когда зорнится, эти непрерывно молнии сваркают, а нигде ничего нету. Я даже снял на этот аппарат, оно плохо видно, хотя это чудо Божие. Что по-другому, это не то слово. Я не могу передать тебе, как это. Как дочка-мать спрашивает, как ты, мама, там выходила, вырастешь, узнаешь. Узнаешь, как я отца избрала твоего. И тебе Господь покажет. Здесь определенное и четкое, говорит, мне отвещение. А сколько мстителей? Жена? Нет. Не согласна с мужем, разделились. Она большие деньги дала, наняла келлеров, они пришли, убили его. Ну все разобрались. За смерть, смерть, ей не смерть, дали что-то. Вот другой так. Муж, генерал, а этот прапорщик какой-то, ну совсем никакой, жена у него. И, видимо, на этой основе она его убила. Это сейчас в газете напечатано. Мне отвещение. Мы не знаем причины, какие туда привели человека. Что он в Египте там делал? Чем он жил? В Египте-то попали, потому что хлеба не было. А у Иосифа там склады попереполненные были. Пришли, чтобы не умереть с голоду. Ну а дальше-то не говорено было, что забудьте Бога и Его, поклоняйтесь валам, быкам. Дальше тоже не надо сходить. Итак, первое, это Санитисом 4,6. И Бог поразил первенцев, ибо вовек милость Его. И когда мы вот это слышим, ну, я рассказываю, не по всей басе, был такой человек один, и вот он, когда пришел к власти, он решил христианство раскрестить. Юлиан Отступник. А как? Яму выкопали, натянули решетку и кровью быщей, и он говорил, отрекаясь от Христа, это никакой не Бог. А у него брата убили, и он решил отомстить христианам. Все христиане, а он за правду стоял, такой умница был. Одновременно три работы мог только Наполеон делать. Я всю историю только поднял и посмотрел. И что у него? Молится праведный человек, как Василий Меликий. Вышел на встречу, когда он пошел воевать там с сирийцами. А что он может сделать-то? И он хлеб вынес, с хлебом сольным. Он говорит, я вернусь, я тебя кормить, дай тебе кулок сена. Сено едят лошади, а я тебе хлеб давал. Ну, узнаешь тогда. И он молится, а тут Меркурий, вот такая икона, и там с копьем стоит, как вот рисует иногда Георгий Победоносцев. И он глаза поднял, рамка есть, и иконы нету. Но он молится, а в это время там какой-то всадник подскакал и ударил копьем сверху. То есть, то, что на нем было надето, не помогло. Он его убил. Только он опрохилнулся на руки оруженосца, говорит, запустил руку под этот шлем и бросил в небо. И ты победил, Галилеянин. Это на Христа. Тогда, который святой молится, он посмотрел на икону. Икона опять зежа, но с копья капает кровь. Это история. Мне отмещение, я вас дам. А эти-то, когда пришли к власти, вот он пришел-то, а уже православные там между собой не ладили, он сказал, друг друга не гоните. Садитесь за стол и решайте. У него было много хорошего. Но главное, он запретил христианство у себя. И Господь его смел, как будто никогда не было. Так, первый фестсалитель, четыре-шесть. Чтобы вы ни в чем не поступали с братом своим противозаконно и корыстолюбиво, потому что Господь, мститель за все это. Как и прежде, мы говорили вам и свидетельство вали. Видите, как? Мы говорим о первенцах, которые были убиты. Вот маленькие, такие, как в виде мультика, показывают. Последние уже казни. Будут убиты. А первые, это наследник у фараона-то. И показывают только, как все везде сверкают. А к верующим еврейской национальности не заходят. Почему? Закалите ягненкой, кровью помажьте косяки, и ангел не войдет. И видно, он проходит мимо, ну, как могли показать. В соответствии с действительностью. А здесь так, мигнуло, рука видно только упала. И все утром приходит, а фараон даже не оглядывается. Такие надежды возлагал на него первенец. Первенцы те, которые наследуют что-то. Не грабят. Естественно. И вот, когда начинаешь смотреть сегодня, мы являемся ли первородными. Есть единородные, это когда один, единородные. А вот когда этот рождается, он первородный. Первый. Духовно. Проверьте себя. И чтобы вот понятно было, о чем мы сегодня говорим, что в вашей семье было. Может быть, ну, у нас далеко мы не знаем. Самый больший я дедушку знаю. Мария, мать Егоровна. А Егор и Ларион. И все на этом. А у евреев, у них родословное идет. Они пишутся с поколения в поколение. Кто первый был в этом? Кто был начатком этого? Кто первородный родился от Христа, духовное рождение получил? От него тогда остальные. Вот это тоже надо рассуждать и смотреть. Почему? Потому что первородных мало. Так постепенно где-то я сходил, слушал, встал. Бабушка водила в храм. Нет, это не первородный. А рождается сколько? Все знают свою дату. Число, месяц, год. Можно сказать, даже время какое. Я, узнаю, родился в субботу. Посмотрел по графику где-то. Нам Господь дает эту возможность быть очень внимательными. Кто в это время был? А у нас тогда называли здесь, мы же не принадлежали к этой церкви, а вот они как на урывке-то. Живут старые обрядцы, кержаки. Вот мы так и верили. И так, какие были написаны у него, там не календарь, а святцы. Так и святцы и называют. И при том родители не спрашивают, какое имя. Вот у меня 10 июня, 28 мая по-старому. И там, вот что очень интересно, мое имя Игнатий, и там же Евтихий. Евтихий больше нигде. У нас Евтихий будет епископ 13 лет. Это что-то вот есть в этом. Я говорил тут, батюшка позвонил мне, сегодня он звонил, и встречался перед операцией. А где? Мы боролись, чтобы нам дали, там, где за звездами наблюдают. Консерватория. А как назывался храм, никто не знает. Ну, нигде. Ну, мы не смогли его добиться, нам не дали. Тех надо было переселять оттуда с этими телескопами. И вдруг, оказывается, там была крестово-збитровская церковь. Мы даже не знаем этого. Я за всю жизнь никому ни разу не сказал, Игнатий. Мы не встречаемся нигде. А там у них священник был, Игнатий Терихонович. Это вообще, надо миллиарды вариантов брать, чтобы так случилось. И мы сами, не зная, туда бились. Но нам Бог сделал по-другому, лучше, ближе. Итак, Господь нам говорит через Давида, ибо вовек милость его. Вот говорят, вот такой-то был, здесь вы недавно знаете, был. В Библии описан один человек, который оскорбил слуг Давида, и звали его Навал. Навал означает безумный. А потом появляется Навальный. И как он над всем издевались, какие митинги были, все. А когда уже Юлиан погиб, то произнесен был голос, Павло мерзкое животное, не думай жалеть. Павло мерзкое животное. Все на этом. Вы просили об этом, просили, Господь так устроил. Вот мы просим Господа, чтобы пролился этот мир, какой Бог нам дает здесь, чтобы послал добрых людей, какой-то, может быть, даже архиерей тут приедет, батюшка с ним разговаривает, может быть, на 16 сентября, у нас престольный праздник. Тоже надо помолиться, чтобы надо или не надо ехать еще, кого тут, 8 человек, даже 9. Как Богу угодно. Но расположение митрополита к нам, как семейное, всегда спросит о здоровье, как-то такая забота. А до этого был, преследовал. Батюшка говорит на этой территории, другой епископ, пригласите. Пригласите. Уже переговорили, все. Ну, а отец таким он такой, что к нему все хорошо относятся. Итак, в этом велика милость Божия. И что был такой навал, навальный или нет, его нет, благодаря Богу. Смуты, мятежи, что там только было. Абзамин ничего не дает. У него ничего нету. Никак. Никогда на какие митинги эти, протесты не ходите. Это я уже могу сказать, испытанно, а как? Молиться. Молитесь днем, молитесь ночью, и не пропадет ни одна минута мимо. Как Господь все это устроит? Два дня назад я смотрел, никогда столько не видел. Пока молился на улице, и четыре спутника пролетело. Четыре. Ну, один так летел, другой так, это спутник. Если самолет, у него топовые огни, красные там, зеленые. А отец ничего. Ну, видно, что есть. Ну, я молюсь об этом. Может быть, там люди даже есть, потому что другие страны запускают. Мы стоим перед большими переменами. Вот говорят, сколько вот воинское счастье занимает. Первое место занимает Китай, второе там Америка, третье, кажется, Россия, четвертое Ирак. Огромная армия. И они объявили буквально войну Израилю. Сейчас, в настоящее время. Израиль не дожидался, пока они там разберутся. Особые ракеты где-то ударили, которые собирались против, там были, Хамаз где-то. И всех, начальников всех убило сразу. Ну, теперь, а корабли, это я вам уже мировую историю говорю. Корабли, это не просто авианосец. На одном авианосце 75 самолетов. Обслуга около пяти тысяч человек. А что они знают? Тронуть Израиль, это тронуть туда. А за кого? Да не надо, но за кого. Мы знаем только одно. Бытие 12.3. Это ответ на все вопросы. Когда Бог избрал Авраама и говорит, кто будет благословлять, это племя. Племя. Это Авраама, то есть Еврея. Это благословен будет. А как благословлять? Господи, дай им понять, что Христа распяли истинного Мессию, чтобы они уверовали в Его. Отврати от них, злодействующих против. И вот сейчас, в данный момент, стоят прямо на грани, что Израиль сказал, может ударить атомной бомбой. Если атомная поднимется, то это, считай, прыжок просто к кончине мира будет. Вот о чем надо молиться. Я вам говорю о событиях, где мы можем прямо участвовать. Как? Молиться. Нам это дано. Если там и это что? Ибо велика милость Господня. Благословен Господь. И нам сегодня, вот маленький такой стих, я над ним уже недели две разбирался, но нашел то и о том, что я еще не знаю. Касается ли мужчин, касается ли взрослых, касается ли животных, почему-то умалчивается. Но главное о том, что это как милость Божия. Вот он исчез, пало мерзкое животное. Все, молись. Молись, чтобы Господь... А другой, который сидел там, или я, помилевый Яша, тоже не лучший, выступал. А тут решили так, чтобы выпустить. А ему уже 9 лет там сидеть надо. И другие государства, самые такие, как и опасные, решили выпустить на свободу. Что у него будет? Ну, видимо, я знаю, когда выпускают, подписку дается, что я не буду больше это делать, и другой будет там, в один день спрячут. Звать его Илья. Я грешный человек, я от всех молюсь. Чтобы они образумились. Они ничего не будут делать, то, что делали. Вы знаете, Каващев, который был уже, там, полковник, рул, там, то, другое. Посидел, сколько вылез оттуда. Такой добрый мужик оказывается. Все. Нас иногда не против. Против голоса Господь против. Итак, Господь любит нас. И в этом деле, вот мы как, вот сиреня такой, что были верующие, и все приходили. В интернете нигде нету, чтобы все 100% были. Так мало. Если будет больше, Господь усмотрит это. Все до одного здесь. Ну, если не уехали никуда. Даже, которые в субботу не бывают, в воскресенье, они будут здесь. Этим не может похвалиться ни одна церковь. Потому что, которые говорят, я христианин, на 300 человек только один ходит в храм. 0,3%. Это уже показано как. Да благословит нас, Господь, и наше малое сирене, чтобы мы для многих были, как первенцы, принесшие слово Евангелие. Что Христос умер за нас и воскрес. Аминь.